Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. А у нас сегодня с вами красная рыбка. Та самая, про которую я вам рассказывала на мукбанке. Это сёмга. Здесь у нас рис, а с вареной точно так же, как по рецепту для роллов. Получается очень классно, вкусно. Также я купила специально для этого мукбанка листочки нори. Вот, в виде вот таких чипсов. Не знаю, насколько это вкусно. Здесь у нас, к сожалению, не видно, но здесь сыр филадельфия, огурчик и виноград. Приятного аппетита всем, кто кушает! Давайте приступим. Давайте покажу вам поближе рыбку. Выглядит она достаточно аппетитно. Давайте возьмем кусочек. Пахнет как роллы. Кладем сюда. Можем даже немножечко риса добавить. Делаю вот такой бутерброд. Макаров соевый соус. Макаров после того мукбанга мама его просмотрела и начала меня ругать мама говорит вот ты не умеешь правильно доносить информацию, я говорю, а что я сказала неправильно во-первых кусочек рыбки не 200 грамм, а 300 я не обратила внимание во-вторых, мама говорит это не просто красная рыбка, а это семга мама начала меня ругать, что я неправильно доношу информацию но суть-то от этого не меняется вот этот кусочек стоит 44 маната а килограмм этой рыбки получается 7 тысяч рублей за килограмм я просто имела ввиду, что дорого вообще у нас с мамой часто возникают такие моменты мама любит делать мне замечания, например я хочу сделать лазерную шлифовку лица сказала об этом во влоге в комментариях мне написали кучу комментариев по этому поводу что типа это ужас эта процедура называется лазерная шлифовка мама заглянула в интернет почитала, посмотрела видео на эту тему и мама поняла, что я сошла с ума смотрите какая сочная рыбка это просто вкуснятина берем еще один листочек кладем сверху давайте сырочек в общем я не знаю вы слышали или нет хотите загуглите потому что не к столу такие фотографии вставлять в мукбанг и мама начала ты сошла с ума ты видела людей которые делают эту процедуру и в каком состоянии у них кожа тебе это не нужно в общем лекция эти люди в комментариях тебе не советуют они тебя просто любят поэтому хотят тебе что-то хорошее короче начала мне читать лекцию под одним из видео я попросила вас задавать вопросы я искала вопросы к этому мукбангу вчера и лазила там был такой интересный комментарий точнее это был вопрос ну вопрос такой с подковыркой так скажем я не знаю девушка или кто это написал в общем я его не нашла опять в общем один из комментариев звучал так ты наверное радуешься тому что Марина Верняева перестала снимать мукбанги и вот это местечко освободилось тебе такой бред или например люди в комментариях начинают спрашивать у меня почему она не снимает мукбанги во-первых на последнее время все реже и реже снимала да и вообще после того как она перестала снимать вы думаете у меня сильно как-то просмотры выросли вы думаете это прям так влияет у каждого есть своя аудитория на ютубе тоже у каждого есть свое местечко поэтому чему мне радоваться некоторые люди мне кажется дают специально такие вопросы чтобы спровоцировать меня на какой-то негатив чтобы я начала кого-то сейчас здесь оскорблять кричать но такого не будет зачем мне это нужно у меня прям короткие мукбанги у нее длинная мне кажется мы даже не похоже снимаем вкуснотища просто это как роллы только вкуснее вот я беру вопрос сразу его лайкаю и начинаю отвечать всегда удивляюсь как можно столько есть и не набирать вес начнем с того что я ем вот так вот не завтрак обед ужин просто ем на видео потому что невозможно кушать мало потому что это настолько вкусно обычно мукбанги в 90% из очень вкусной еды чтобы это было аппетитно чтобы было много просмотров и во-вторых здесь на самом деле на столе немного это все очень близко к камере и кажется что много на самом деле нет на самом деле обычная порция ну может чуток просто побольше я немножко поправилась на 2 килограмма ну мне так всегда то я набираю то я сбрасываю эти 2 килограмма они у меня туда-сюда бегают просто посмотрите на этот виноград на этот размер какой он хрустящий как будто яблоко кушаешь расскажи пожалуйста про работу в строительной компании кем ты там работала какие были плюсы и минусы можно работать в разных компаниях но там где я работала там была просто огромная текучесть кадров и сначала это меня не смущало этому лану бывает то есть изначально на позиции на которой работала я я обратила внимание что нету людей которые работают больше года самый главный минус это то что надо было всегда делать вид что ты что-то делаешь даже если у тебя нет работы мне вообще не нравится работа где фиксированная зарплата к примеру ты делаешь больше работы но это не ценится в общем там мне сделали типа замечание что мы слишком часто идем в супермаркет с подружкой слишком часто идем в туалет и все дела в общем нам за это предъявили у меня был просто один вопрос я выполняю работу идеально никаких претензий к моей работе нет правильно какая разница сколько раз я иду в супермаркет если я успеваю делать свою работу вот тогда я поняла что работать на кого-то я не хочу потом какой-то период я поработала у брата а должность я была координатор продаж позиция называлась так руководство придиралось к какой-то фигне начинает внешнего вида заканчивая тем сколько раз ты спустилась в супермаркет вот это меня жутко раздражает меня раздражает когда тебя отчитывают не за твою проделанную работу а за то сколько чашечек чая ты выпил зарплата была небольшая коллектив ну такое себе в коллектив была одна девушка первый день работы и в общем так получилось что я в несколько разных мест подала себе и я пошла на собеседование в разные места и где-то мне сказали мы вам позже перезвоним и так далее я просто ждала звонка и так как звонок и так как звонка все не было и не было я естественно пошла работать в эту строительную компанию но я где-то три дня там работала мне позвонили с той компанией куда я хотела вообще устроиться так как я уже три дня здесь я не знала что делать и вот на точь-точь такой же позиции как и у меня была другая девушка ну так скажем коллега я ей рассказала о том что вот такая вот ситуация как думаешь что делать и она мне начала говорить ну не знаю говорит здесь тоже много перспективы и так далее просто начала мне что-то советовать и я даже подумать не могла что на следующий день на следующий день меня позовет начальник начал меня допрашивать как у тебя дела как тебе новое место работы и все дела и он мне такой говорит я слышала тебя зовут в эту компанию то есть эта девушка с которой я просто посоветовалась она пошла и все в тот же день доложила начальству у меня после этого такая неприязнь появилась к ней ну как стукачки я даже ей сказала я говорю ты зачем пошла рассказала она говорит не 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 я не рассказывала я не знаю откуда они узнали наверное здесь говорит прослушка я говорю да ладно в общем я еще дальше проработала в этом коллективе я видела очень много ситуаций что она все докладывает начальству возможно ей за это доплачивали я не знаю честно но просто находиться с ней в одном коллективе было очень неприятно боишься слово лишнее сказать потому что знаешь что она все расскажет и расскажет она в твою пользу или же еще что-то добавит к твоим словам короче было очень некомфортно на этом все мои хорошие огромное спасибо что досмотрели это видео до конца все было безумно вкусно а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал всех люблю целую с вами была Айка пока